Добрый день, уважаемые слушатели! С вами снова нерегулярный подкаст «Ураганные хроники» Манги. Но сегодня я не одна, сегодня с нами дружайший друг, птица Т. Ярослав, представься. Меня зовут Ярослав, в интернетах вы можете знать меня по нику птица Т, у меня есть паблик в ВК. Я художник, иллюстратор, вот, рисую картинки. Мы все ссылки, естественно, прикрепим, вы сможете посмотреть, какие клёвые картиночки он рисует. Так как мы художники, поговорим про мангак, стиль рисования и про всё такое художественное. Вот такой у нас сегодня будет выпуск. Ну, наверное, начнём с того, что какая у тебя любимая манга? Моя любимая манга — это «Сумеречное убеждение» под авторством Каматани Юги. Она тебе именно визуально нравится или по тематике? Всё как-то суперски сложилось, когда я её прочитал. Мне очень нравится рисовка и визуальные приёмы, которые автор использует. Ну и да, тематика меня зацепила очень. Так, я ещё знаю, что у тебя одна из любимых — это бензопила Тацуки. Да, я являюсь фанатом Фуджимота. Да, я тоже, я тоже. Приятно познакомиться. Ну да, началось всё с бензопилы, а потом я начал читать бензопилу как раз из-за рисовки. Из-за рисовки и, в общем-то, пошёл знакомиться с другими его работами. Так что да. Ну и помимо рисовки, конечно, талант его всё равно не унять. Да, да, это правда. Что-то в этом есть. То есть у тебя первая работа из Тацуки была именно бензопила? Ну да, когда начал подниматься этот хайп. А-а-а. Хотя я бы не сказал, что это уже, это было тогда. Мне кажется, я как-то раньше залетел, тогда ещё не было миллионов комментов мангой. Можно было даже до конца долистать. То есть ещё нормально было, ещё он не слишком популярный был, я успел прочитать. А потом, да, оно завирусилось и всё. Как тебе его, кстати? Ну, у меня как-то был мастер-класс, и мы разбирали его рисовку. У него довольно такой, как это называется, волосистый лайн. Я сейчас открою, у меня есть альбом с его... О-о-о, ты прям по старинке всё в ВК хранишь. Конечно. А как же Пинтерест? У меня и на Пинтересте есть. Скинь свой Пинтерест. Хорошо, хорошо. Ну, я бы не сказал, что он волосатый. Ну, это, естественно, большое преувеличение, то, что он волосатый. Я бы сказал, что он не слишком вылизывает свои работы. Есть у него такая небрежность, но она, мне кажется, суперздорово работает. Например, в бензопиле. Ну да, вот если посмотреть, то он не слишком запаривается по поводу идеальной штриховки или типа того, но так или иначе оно прям здорово смотрится. Да, в общей картине прям вообще круто. И мне нравится, что он вот один из таких авторов, и мне нравится, что он залетел, в принципе, аудитории. Есть вот этот вот художественный, так скажем, бой между вылизанным лайном, невылизанным лайном. Делаешь ты одну линию, делаешь ты несколько линий, и вот он как раз представитель второго. То, что несколько линий, невылизанный лайн. Мне прям душу погрело, то, что он залетел, и я такая, ура, наконец-то кто-то есть. Да, на самом деле да. Мне кажется, есть тенденция такая, что многие любят как раз-таки красивую такую картинку. Вот, у Фуджимото, нет, ладно, это неправильно сказать, вылизанную картинку, вот. А Фуджимото, наоборот, мне кажется, фанат простоты и какой-то небрежности. Вот, так что да, мне тоже это зацепило в каком-то смысле. А ты «Магическую битву» читал? Нет, но я знаю, я видел, я видел, как она выглядит. Но я, кстати, скажу, что мне не особо нравится. Да? Вот, мне кажется, это как раз-таки тот уровень небрежности, который мне уже режет глаз. То есть я смотрю и думаю, блин, нет. Нет, да. Я ещё просто, наверное, перфекционист в каком-то смысле, поэтому мне нужно, чтобы всё было аккуратнее, как в каком-то... И у Фуджимото есть какой-то баланс между аккуратностью и небрежностью, который мне нравится. То есть он находится в какой-то середине. Вот, а, например, если мы сравниваем его с «Магической битвой», то там прям... С «Гиги». Там прям too much. Ну да, есть такое. Плюс, когда на страницах «Магической битвы» динамика, то там вообще всё становится супер-дупер неаккуратно. У меня была проблема, что ты видишь в ТикТоке какое-то видео с момента взванки, думаешь, вау, так, что там происходит? Ты чекаешь главы, и там какая-то сцена битвы, и из-за того, что такая специфическая рисовка у «Гиги», сложно иногда понимать, что происходит вообще. Да, да. Ну, в защиту «Гиги» я скажу, что мне, допустим, нравится «Магическая битва», и видно, как он с той же нулёвки проапгрейднулся вот до сегодняшнего момента, и у него даже очень заметно, как он проапгрейдл персонажей в рисовке. Да, конечно, типа, если сравнивать, то у него там супер-рост. И опять же, если нам не нравится, то не значит, что автор плохо рисует. Да, 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 конечно. Просто каждому своё. Вот, ну да, он суперски вырос. Мне нравится на самом деле, что они с Пуджимотой друг на друге подписаны в Инстаграме, и там пишут комментарии друг другу, лайкают. Да, красавчики. Ну вот, кстати, если говорить о неаккуратной рисовке, читал ли ты «Атаку титанов», да, потому что Исайяма, он как бы… Ой, не кидайте ставками, я не читал и не смотрел. О-о-о-о! Да, но я видел рисовку, вот, и, ну, не знаю, не знаю. Тяжело, да? Тяжело, мне кажется, первая глава там совсем тяжеловая, точность. Ой, да-да-да-да-да-да-да. Как бы вот из того, что я слышала по отзывам, кто читал, как бы, ну, аниме всем заходит. Слава богу, маппа, потом… Это да, маппа постаралась. Кстати, я не помню. Блин, я тоже не помню. У меня только маппы на слуху. Ну вот, первая студия, я забыла, она тоже очень хорошо всё делала. Там, после вот этого вот вылизанного, очень динамичных сцен, эти атаки на титанов, и ты такой приходишь, сейчас я мангу почитаю, открываешь, а там Исайяма. Ну, да-да, слышал я такие мнения. Да, не, ну, к концу там, как бы, тоже заметен рост. Ну, в принципе, у любого мангаки заметен рост к концу, потому что ты столько томов отрисовал, в любом случае скилл поднимется, хочешь ты не хочешь. Да. Хорошо, а читал ли ты Ди Греймона? О, кстати говоря, я его не читал, но у меня очень много сохранёнок с обложками оттуда, потому что они там какие-то суперкрасивые. Там прям здорово. Хошина, конечно, очень классно рисует, и, в принципе, ну, я и смотрела, и читала Ди Греймон, у неё очень клёвый стиль, но вот, если честно, в последнее время кажется, что её стиль больше подходит для, знаешь, каких-то вот именно иллюстраций, типа обложек, каких-то, не знаю, цветных страниц, можно не цветных страниц, да, но потому что, когда она рисует динамику, когда происходит бой, вообще ничего не понятно. Да. Вот, если не читал, попробуй прочитать. Ну, естественно, ты попадёшь в ловушку одна глава в тысячелетие. Ой, да, я слышал, что там что-то очень тяжело с выходом глав. Да, да, да. Ну, знаешь, я вот всё время рассказываю эту шутку, я лави жду, вот, я со школы выпускалась, он пропал из манги, я уже работаю, он всё ещё не вернулся в мангу. Господи, звучит больно. Вот, и у неё, у неё интересный стиль, она его очень классно проапгрейдила, но лично, опять же, мой вкус, да, мне прям приходится разбирать, садиться и разбирать, что происходит на фрейме, особенно, когда это какие-то очень динамичные драки. А почему? Он у неё стал как-то плавнее, в общем, он у неё стал мягче, и она как-то, знаешь, как, не знаю, как кисель такой у неё всё вот так вот. Ого. То есть непонятно, что там персонажи бьются или типа того? Да, да, вот особенно именно в последних главах, то есть до этого было всё хорошо, я не знаю, что случилось, может быть, какие-то проблемы именно с самой раскадрёвкой. Может быть, я бы не сказала, что стиль так повлиял, скорее всего, именно вот в расположении на кадре объекта, возможно, такое. Но, не знаю, ну, как бы я не читал, поэтому не могу подтвердить или ещё что-то сказать, но я видел, и мне нравится, как оно выглядит просто визуально. Очень красиво. У неё очень много стиль, да. Так, хорошо. Ну, а ты что читал? Наверное, у многих это фаворит, и у меня в том числе. Ну, я офигел, когда я Киру прочитал. Это было вау. Это, наверное, такой суперочевидный выбор, но, блин, мне кажется, нельзя отрицать, что Кцехиро Тома — бог. Да, да. Я там, мне кажется, я больше скрины делал и фреймы сохранял, чем читал. Это, да. Он и про композицию думает, и про то он думает, про всё он думает, и так хорошо выглядит, удивительно. То и в аниме это удалось перенести. Кажется, большая проблема, когда не получается перенести стиль автора в аниме. Я очень грущу, когда так происходит. У меня так было с бензопилой. Да, я расстроился. Аниме хорошее, но как будто бы мне показалось, что шарм рисовки манги вообще не перенесли. Но это, мне кажется, тенденция мапы, потому что у них есть какая-то своя стилистика, и они под неё подгоняют мангу. Ну, это мне так кажется, потому что, ну, магическая битва выглядела очень хорошо в аниме. А вот с Фуджимото как будто бы наоборот пришло. Я как дикий фанат манги рисовки в ней чуть-чуть подрастроился, что этого не было в аниме. Но, наверное, это сложно. Ну, я думаю, там ещё зависело от 3D, потому что они много 3D использовали. Ну, да, да. Конечно, стиль Фуджимото на 3D — это прям, ну, тяжело. Да, да, я думаю, да. Вот, да, кстати, «Огненный удар» я у него читал. Тоже очень красивая. Тоже я там насохранял себе, мне кажется, половину манги. Очень красивая. Я бы, наверное, даже сказал, что там рисовка мне как будто бы больше нравится, чем без запилы. Да, да, да. Мне кажется, «Огненный удар» у него вообще, в принципе, как работа намного сильнее без запилы. Да, у меня тоже были такие мысли. Мы что-то с подругой обсуждали, что у нас вот было общее мнение, что как будто бы она сильнее, чем бензопила. Ну, я думаю, дело было в том, что это был ежемесячный журнал. Ну, да, да. И это был не джамп, поэтому... Хотя я могу быть неправ. Простите. Есть ещё такое, что в бензопиле Фудзимота больше... Ну, ощущается, по крайней мере, так, что он больше отдыхает, больше ловит кайф от манги как-то. А вот над «Файр Пачманом» он прям очень усиленно трудился. Да, возможно. Но мне кажется, просто настроение у бензопила другое. Ну, да. «Файр Пачман» — это супер депрессивная манга. Хотя и очень весёлая. Ну, в том числе тут есть этот юмор Фудзимота. Но в бензопиле, мне кажется, особенно во втором сезоне Тацки просто решил делать, что хочет. Да, да, да. И в этом есть шарм его. Да. Сегодня у нас подкаст о Тацки Фудзимота. Ну, мы говорим про рисовку. Тут как бы... Я не могу его не упомянуть. Потому что, наверное... Это правда. Сейчас... Ну, он, короче, очень вдохновляет. Наверное, если всё ещё продолжать эту тему, то у него... Он как-то... Вот эта простота в его рисовке очень меня прям поражает. То есть он как... Мне кажется, он тоже придерживается какого-то такого принципа минимальными средствами максимума выразительности. Мне кажется, это можно применить к его... Думаю, да. Думаю, да. Потому что он не использует много деталей, но при этом очень эффектно выглядит его работа. Его фреймы, страницы. Вот. Там, если вспоминать, то вот глава в аду с демоном тьмы. Да. Вот буквально недавно про этот кадр спрашивали у нас. Девушка просто пришла и такая с подругой. Ты помнишь, из какой манги кадр антикосмонавты? Там, типа, половина тела здесь, половина тела здесь. Да-да-да. Бензопиланка. Я даже не помню, где это. Ну, завирусился этот фрейм. Да. Вот. Но, блин, на самом деле очень сильная глава. Вот. Потому что... Очень здорово, кстати, что Fujimoto сочетает... Как бы объяснить... Я заметил, когда читал, что он... Он мало использует текст, на самом деле. Угу. Вот. Что у него во многих страницах работает именно картинка. Да. Потому что здесь, я помню, там половины главы текста не было, там было кваканье лягушки. Типа. И это прям суперски работает. У него очень хорошая работа с визуальными образами и с метафорами. Угу. Вообще он... В этом плане он гений. Что-то я тоже видел, смотрел какой-то разбор. Вот эта вот картинка, где там из рук что-то складывается, когда появляется демон... Демон Симы. Не вспомню, что. Тоже как-то это... Помнишь, у него были эти... У него была... Тоже, по-моему, тоже здесь. Он фреймы, короче, из рук делал. Да, да, да. Он вообще офиген. Я... Так, ну ладно, ладно. Мы не будем... Только про раки об этом говорить. Ну давайте про раки поговорим. Ну, если честно, я много сказать не могу. Ага. Ну, я должен сказать. Да, давай. Ну, уникальный человек, что я могу сказать. Тоже повлияла на меня его рисовка. Ну, не сказать, что повлияла, но очень вдохновляет меня то, что он делает. Тоже его работа с образами, его вплетение моды в рисовку, каких-то других вещей. В общем, его подход к этому всему, то, как он продумывает всё. Конечно, работа с образами, работа с костюмами, там, с одеждой персонажей. Всё это очень здорово работает. Причём, как будто бы он сочетает несочетаемое, но по итогу это как-то всё очень здорово работает. И у меня были вопросы только в начале, когда я начинал смотреть, читать. А потом, когда проходит там несколько глав, ты к этому как-то всему очень здорово привыкаешь. И у тебя уже вообще вопросов не возникает. Там, не знаю, дождь из улиток, всё остальное. Да, нормально. Обычная ситуация с рисовкой. Мне кажется, ещё здорово наблюдать, как от первой части «Джо» к последней рисовка меняется от такой типичной, сёнэновской, уже к чему-то утончённому, такому вдохновлённому культурам, модой. В общем, забавно наблюдать. И причём это всё как-то суперплавно происходит. Видно, что он не резко поменял, а именно его подход просто с годами. Процесс. Да. Ну, я в свою очередь скажу, что я вообще восхищаюсь им в плане того, что у него очень сложный дизайн персонажей. Очень. И это как бы нужно понимать, что ты не один раз нарисовал дизайн персонажа и всё, как бы остановился на этом. А он у тебя несколько глав, потом к нему ещё добавляются ещё какие-то сложные персонажи. И это постоянно нужно прорисовывать в разных ракурсах, в битве там вообще должна быть динамика профессионализации и всё остальное. И это прям вау. Короче, стоит похвалить. Конечно. Похвалить за это, потому что, блин, рисовать такие сложные дизайны столько раз. У него большие части. Нужно хотеть это делать. Мне кажется, просто так никто бы и не решил, что это такое. Да, ну ты до какого-то уровня бы всё равно дошёл и такой, всё, я больше не могу. Соро. Просто я вот, например, люблю простоту дизайна. Сам редко рисую какие-то прям сложные вещи. Вот, поэтому в этом плане он меня очень восхищает. И нужно мастерство, конечно, иметь в виду, что прорисовывать. Молодец. Что я ещё могу сказать? Десять из десяти. А я хочу вот у тебя спросить, читал ли ты Миво Широ? Псы, пули и резня. Слушай, что ты знакомый? А ещё он делал дизайны для Кизнайвера. Кизнайвера-то я люблю. Я смотрел, да. Да? А Псов читал, нет? Он просто один из, ну, довольно таких удивительных мангак. Правда, его бум случился где-то в 2010-х, но потом по нему как-то все забыли. Ну, во-первых, он, как бы у него серия в Хиатусе, и сейчас он больше... В общем, он работает на все, кроме псов. Это манга. Да. Он работает в очень классной технике, в Negative Space. Он работает... В общем, силуэт у него персонажа выстраивается из... Как это объяснить-то вообще? У него почти нету серого. Да, он работает только с чёрным и с белым. Это прикольно. Вообще нет серого. И у него есть очень классные кадры в манге, где персонаж, грубо говоря, делается за счёт чёрного. Силуэт на чёрного? Да, да, да. Вот. И это очень круто. У него вообще, в принципе, довольно классный стиль, что касается линии, лайма, всего остального. Я помню, что, да, Кизнайвера мне очень понравился, когда я его смотрела. Да, да. У него очень классный дизайн и персонажи, и, в принципе, сами псы Пуле и Резня, ну, Докс, Буллет, Инкарнаж, они и по сюжету очень классные, но вот он как-то забросил эту серию. Тоже хиатус какой-то. Да. Ну, как бы он делал делу, а потом сказал, что вот у меня... Как раз когда Кизнайвер, по-моему, выходил, он сказал, что я пока отдыхаю, и это уже гангст. Это не его? Нет, это не его. Вот. Но их, кстати, часто путают гангсту и псов. Ну, да, Кизнайвер, на самом деле, как раз-таки, вот, почему я его посмотрел, потому что у меня рисовка, то есть там была вот тот постер какой-то, и мне прямо понравилось. Я поэтому и посмотрел его, потому что у меня рисовка зашла. Тоже так, я бы сказал, нетипичная. Да, да, она такая плавная, но угловатая. Можем поговорить просто про художественные штуки. В плане мы все про Мангу, про Мангу, вот. Это этот... Что он там делал? Блэйм. А-а-а, угу-у-у. Вот. Я просто прочитал этот сингл, мне он так понравился. Тоже очень красиво. Блин, вот я, кстати, не смотрел, не читал Блэйм. Угу, я тоже. Поэтому я ничего не могу сказать про него, но вот Страна кукол мне понравилась. Я начинала читать от него рыцарей, и на самом деле мне не очень нравятся работы про космос, но вот есть работы про космос, которые я очень люблю, и вот они вошли в эту часть, потому что он... Во-первых, она очень юморная, очень нестандартная для Манги, и у него какая-то вот плавная рисовка, но при этом с какой-то изюминкой. Прикольно вот, что, например, в Стране кукол сделано вот всё как будто бы только лайном и белый-серый, и оно как-то хорошо работает на атмосферу. Ой, и ещё, кстати, люблю вот такие штуки, например, у Кацхиро Атома такое тоже есть, да, они точечками делают. А-а-а, да-да-да-да. Такой какой-то визуальный шум появляется, но, блин, приятно. Мне на самом деле сложно судить это всё, потому что я вообще ненавижу лайн делать. Да? Да, я рисую от пятна, и всё. Мне тяжело. Ну как, я могу, но я как будто не получаю удовольствия рисуя лайн, поэтому в целом, когда читаю Мангу, я это восхищаюсь, что люди могут... Ну да, уважение какое-то есть. А ты вообще как работаешь? То есть ты, ну вот, допустим, рисуешь от пятна, а если вот какие-то работы были с лайном, то ты сначала делаешь скетч-лайн или скетч, но потом скетч вылезаешь до лайна? Если именно работу с лайном какую-то делаю, ну да, сначала скетч, потом поверх, наверное, либо на самом деле... Не, мне кажется, я сразу делаю скетч, потом просто линию я её вправлю уже там. Мне кажется, есть какие-то более эффективные варианты работы с лайном, но я не очень в этом разбираюсь. У меня есть пару работ, которые я рисовал, потому что хотел попробовать, но да, вот, рано или поздно, но всё равно появляется пятно, и чисто лайновые работы я не могу выдать. Ну, наверное, это от людей, от человека зависит. Да, 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 каждому своё. Я, допустим, от пятна порисовала раз-три. Ну вот, да. Ну вот, мне больше нравится скетч, и в принципе у меня нет каких-то проблем наложить сверху лайн, либо из скетча сделать лайн. Просто мне не нравится накладывать сверху лайн двойная работа. Зачем это? Да, я об этом тоже думаю иногда, что это как будто бы увеличивает время. Да, и пока у тебя ещё не набита техника, ты можешь потерять вот эту вот форму, и ты начинаешь обводить просто, и как вот эти есть мемы типа скетч и лайн. Вот у тебя получается вот такое. Вот смотри, ты сказал про серый, и сразу вспомнился созданный в бездне. Именно мангу? Блин, кстати, мангу я не читал, поэтому сейчас открою. Давай. Потому что она довольно интересная в плане того, что она отличается от всего, что есть в манге. Ну, как бы такой многосерийный и стандартный. Тоже много слышала отзывов, что её из-за стилистики очень тяжело читать, потому что там буквально все оттенки серого. Ага, да, вижу. И это как будто немножко, знаешь, замыливается или вот что-то подобное. Но за счёт вот этой техники он очень классно передаёт в странствовник. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Блин, на самом деле, правда, странно выглядит. Ну, я так понимаю, там в диджитале рисует? Да, да-да-да, в диджитале. Но он вообще не пользуется, например, скринтонами в обычном понимании типа манги. У него есть лайн, и при этом у него есть объём. Ну, то есть, как бы, в обычном представлении в манге есть там чёрный, белый и градация серого. Вот, который там скринтонами накладывается, шляховка или тем или иначе, чем что угодно. Но тут как будто бы он, как будто это выглядит, как акварельная заливка. Ещё лайн. Мне как будто бы это грязновато выглядит. Да-да-да, вот грязность одна из таких популярных. Не то чтобы отзывов о ней, но вот многие читатели говорят о том, что... Ну, вот да-да. Вот я заметил такое, что когда, например, мешают объёмное рисование, и лайн ещё сверху накладывают, получается как будто бы какая-то мешанина из всего, и получается немножко грязно. Возможно, ещё дело в том, что именно вот такая чёрно-белая он рисует в ЧВ, и поэтому... Такое ощущение, что он работает, как она правильно называется, грайскейл? Ну да, наверное. Вот. Чтобы потом, как бы, если ему нужны цветные странички, он быстренько диент-мап сделал. Ну вот, кстати говоря, цветные его работы, обложки и развороты мне нравятся. То есть это именно чёрно-белый вариант мне как-то глаз режет, а цветные, ну, неплохо выглядят, мне кажется. Это именно с ЧВ у меня проблема почему-то. Страна самоцветов. Я не читала. Но ты смотрела? Чуть-чуть. Я там увидела стекольное стеклище и такая, до свидания. Ну, оно там есть и в больших количествах, так что, возможно, и неплохо. Там ещё, короче, уморительная история, на самом деле. Когда это было, года два назад, короче, я читал мангу Ангуэнгом, и напряжение растёт, растёт. Ух, сейчас будет прям супер-мега какой-то момент. И авторка такая, ну, манг на перерыве. Ушла в хиатус, да? Ушла в хиатус. А там, знаешь, там обрывается просто на том моменте, типа, по которому всё шло. И как бы супер-момент происходит с главной героиней, и манга, типа, уходит на перерыв, и она, типа, подписывает в конце, типа, я там купила себе PlayStation, я беру там, типа, отдых, сори. И, короче, её не было год. И всё-таки сидели. Но она, кстати, вернулась. Так что манга... Да, я слышала, что она назад... Не помню, закончилась, она уже продолжается, надо догнать. Но да, она продолжается. Супер-уникальная вещь, как мне кажется. Тоже нетипичная для мира манги. Она и сюжетно нетипичная, мне кажется. Супер такая интересная работа. Но рисовка — это просто, ну... Ой, да, да, да. Очень детализированное всё. И прям красивое. Да, то есть... И дизайн костюмов, дизайн персонажей. И увлечённая с детализацией, это меня поражает. Ну, кстати, если про детализацию, ты читал Адрия Холдовских Клопаков. Про Клопаким поговорим, потому что тоже вещь. Хорошо, хорошо. Человек тоже повёрнут на детальках, но мне прям нравится. И тоже, опять... Простота. Простота, но при этом есть детализация. Очень здорово с композицией работает. И у неё малое серого, если так можно сказать. У неё чаще всего есть белый и чёрный. Вот. Но иногда вот появляются какие-то серые за счёт именно фактуры. То есть, по-моему, она вообще скринтоны не использует. То есть она реально всё рисует. Вот. Ну, манга ежемесячная, оно как бы и понятно. Ну и да, возможно, поэтому она и брала первый раз. Потому что я бы тоже с ума сошёл рисовать это каждый месяц. Да, у неё сколько примерно страниц было? Ну, 20. Ну, это... Если таким стилем, то это, конечно, очень сложно. Иногда больше, по-моему, было. Очень такая уникальная вещь, мне кажется. Мне понравилось. Ну и, наверное, про аниме стоит сказать. Тоже такой интересный пример аниме, где 3D не режет глаз. Ну, мне, во всяком случае, да, смотрит на меня любитель триган. Просто аниме тоже делала студия Orange. А, ну вот, да, да, да. Когда я посмотрел, ходило вот это мнение, что 3D это ужасно, 3D это плохо. А ребята из студии сделали, и мне кажется, здорово, что сделали, потому что я не представляю, как они бы делали с Мацветов в 2D, что они все каменные, переливаются, блестят. Вот это вот как будто бы небольшое механическое ощущение от 3D, оно как будто бы прям хорошо там прижилось. Каменные существа бегают, дерутся, разговаривают. Поэтому там это хорошо сработало с визуальной точки зрения. Они не похожи, то есть манго не похожи на аниме. Вот про то, что мы говорили, что типа адаптация стиля. Потому что манго — это прям такое рисовательное, рисовательное. Детальки-детальки. А вот аниме совсем другое, но при этом как-то вот оно прижилось, и мне нравится. Ну, самое главное, мне кажется, передало именно вот это вот ощущение того, что они именно каменные. Да-да-да. Мне кажется, и фан-база хорошо приняла само то, что 3D все-таки сделали. Ну да, я, если честно, тоже довольно такая критикантка, мол, 3D, ну, потому что на самом деле хорошего 3D сейчас мало. Сейчас больше. Пару лет назад это было довольно проблемно, и плюс 3D использовали на задниках, и то есть ты видишь этих человечков, которые идут, и у тебя сразу такой тут на фоне 2D главный герой, и это очень сильно резало глаз. Сейчас 3D применяют все больше и больше, плюс довольно хорошо используют в ракурсах камеры, именно в режиссуре. Вот это здорово, да. Ну, опять же, тут, как бы, мне кажется, есть и плохие, и хорошие примеры. То есть тут уж, мне кажется, вопрос в том, как ты используешь 3D. Да-да-да. Потому что мы знаем и ужасный, вспомним этот, Берсерк, или как, что там еще было у нас. Да. Ну, это такой, и самый, один из известных примеров, но показательный. Вот мы знаем, мы знаем старое аниме, и оно всем нравится, а потом тебе дают продолжение, и такое продолжение уже никто не хочет. Да. Ну, это, опять же, режиссер набивает руку, потому что 3D развивается. Не могу сказать о ныне любимой студии Orange, которая делала самоцветы Beastars, и как раз делала новую Тригану. Да, это они все делали. Ну, вот, кстати, Beastars мне понравились, как они там сделали, так что ребята молодцы. Да, значит, и Триган тебе понравится. Да, да, я посмотрю Тригану, я посмотрю. Вот, и в принципе, в Beastars там тоже, как бы, манга, грубо говоря, визуально отличается от 3D. Я читал, что там такая же, мне кажется, проблема была у многих, как с магической битвой, что в начале манги рисовка... Есть такое, есть такое. Рисовка тяжеловато воспринимается, но автор все лучше, лучше рисует. Да, и вот, что касательно экранизации именно в 3D, очень хорошо, не знаю, вот они как-то словили вот это вот, то, что это звери, как они двигаются. Не-не, они там хорошо поработали, на самом деле, потому что, как бы, ну, я не читал мангу до того, как смотрел аниме, я сразу пошел аниме смотреть, и у меня тоже вопросов не возникало. Мне кажется, что у меня так, что если я вижу 3D, у меня либо... Ну, в общем, я вижу, что плохо, либо хорошо. Вот, и тут как бы у меня вообще вопросов не было, как бы вообще нормально. Да. А, ну вот, кстати, еще по поводу 3D, все-таки очень много 3D использовалось в Бензбиле, тоже такое. Да, и там были хорошие моменты, и так себе моменты, я бы сказал. Ну, резало глаз иногда, но были там и суперкрутые пролеты, камеры, вот это прям здорово было, там всякие битвы на поездах, и все такое. Некоторых демонов делали 3Dшными, тоже в целом нормально было видео. Ну, мапы часто используют 3D, в магические битвы, по-моему, тоже 3D было иногда, но в Бензбиле, наверное, больше. Я вот, кстати, не знаю еще насчет бестерсов и самоцветов, но знаю насчет 3Gama, что Orange изначально, ну, 3D делают как 3D-модельки, и потом пошли это все делать. По-моему, вот с мапой, они в этом плане немножко похожи, как они делали Бензбилу и Тригана, потому что Orange отрисовывала сначала все в 2D, а потом на него накладывала 3D. да, они весь сериал 3D в 2D. Они показывали там эти кадры, карту в лист, вот, и еще они, у них просто недавно было, как она называется, короче, на Sakura.com, они приехали в Сиэтл, у них была панель, и они еще рассказывали, что они два года разрабатывали программу, по, в общем, которая заставит двигаться хорошо лицо. вот, и только два года на разработку этой программы, чтобы сделать аниме. Я такая, вау, круть. А какие поинты у того, чтобы сначала рисовать в 2D, а потом в 3D переводить? Скорее всего, ну, вот когда ты посмотришь The Gun, я все пойму, да, но в этом плане анимация получилась более плавная и более схожа на 2D, то есть ты смотришь в 3D, у тебя такое ощущение, как будто это 2D. Супер непонятно объяснила, но вот так. Ну, я понимаю, ну, я и видел отрыв, там как будто бы 3D, но супер плавное и как будто бы вот это дает тем, что это нарисовали плоско, но при этом это 3D. Потому что, когда ты делаешь в 3D, то там все-таки есть ограничения на то, как у тебя персонаж, грубо говоря, двигается, какая у него экспрессия в лице, то есть в 2D есть же вот эти вот, ну, когда ты делаешь анимацию, есть вот эти микрокадры, вот, и в 3D они часто бывают смазаны, за счет этого 3D выглядит немножко таким деревянным, вот, а если отрисовать все в 2D и потом наложить в 3D, ты вот сможешь эти микрокадры, грубо говоря, схватить. но это колоссальная работа, это вообще, они нарисовали аниме и потом еще раз сделали по аниме аниме. Кстати, если говорить про 3D, продолжать тему, короче, ребята, которые делают опенинги для Джоджо, 3D-шные, вот они крутые, они мне очень нравятся. у них тоже клевое 3D. Потому что вот все опенинги, которые они делали, они прям здорово смотрятся, тоже вот такое 3D, которое у меня не возникло, вообще не вызывает вопросов, оно выглядит здорово, и опять же говорит о том, что можно сделать крутые вещи в 3D, не нужно ставить крест на этом. Да, да, и главное, были бы деньги и... Ну да, да, ну короче, 3D-это тоже такой хороший визуальный язык, который нужно просто уметь правильно использовать, мне кажется. И плюс сейчас, вот из последнего, что я точно знаю, вот из таких более 2D работ, это «Моя геройская академия», последний один из опенингов, там очень классно используют 3D, там именно налет камеры, и плюс этот... Там они, по-моему, в общем-то, то ли земля рассыпается, то ли что, и вот эти вот кубики, вот очень клёво. Ой, они любят это использовать, на самом деле, мне кажется, они это с первого сезона делают, но это да, это хорошо выглядит. Визуально очень классно и передаёт вот этот вот дух манги и серьёзность битвы, там вот этот эпос. Ну короче, да, главное, в общем, хорошо использовать. Вот, я вспомнил, как зовут эту легенду, Камома Шархама и её колпаки ведьминские. Листал твиттер, по-моему, было, мне кажется, это года три назад. Оно было на слуху, но я как бы не знал, как визуально выглядит. Я вижу, по-моему, это был и его твит, или я там что-то средствитил, или ещё что-то. Вижу рисовку и такой вау, типа офигеть. Тоже, на самом деле, мне кажется, уникальный представитель в мире манги. Ну, возможно, есть такие же, как она, не буду утверждать, но вот когда я прочитал, когда я начал читать, мне стало интересно, что за автор вообще такой. Оказалось, что она комиксы рисовала, что она там для DC, или для Marvel делала обложки. О, ничего себе. То есть, она типа крутышка, и она, на самом деле, мне кажется, большую часть своей карьеры работала на Запад, а потом такая манга. И мне кажется, как раз таки то, что она работала на западный рынок и больше в комиксах, дала какую-то основу, на которой можно строить мангу, но по-другому. Потому что у неё очень заметно, что она смотрит на анатомию. Там любые скетчи с персонажами, они очень анатомически правильные. То есть, она очень этому уделяет внимание. И тоже такая обложечность у неё есть. Ну, там, перед главой какая-то обложка или обложка в манге. То есть, она такая дает комиксовость, если можно так сказать. И вот этот какой-то симбиоз такой очень здорово сработал. Что ещё подметил, когда читал, мне кажется, что она очень ориенчируется на какую-то гравюру, что у неё очень много таких вот гравюрных штрихов. Оно хорошо работает с сеттингом истории, такое фантастическое средневековье, такой закос под гравюру. Оно очень здорово смотрится. Тоже она любит эти точечки ставить, которые я люблю. Да, 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 я видела у неё прям очень много. Тоже мы с подругой обсуждали, читаешь и, в общем, плакать хочется, как красиво. Да, у неё очень уточнённая такая работа. Ну да, ты читаешь, и ты говоришь, блин, просто красиво, типа очень здорово. Она ведь, блин, ещё сюжеты хорошо пишет. Да, да, молодец. Читать интересно, блин. Так что восхищаюсь, тоже ей очень сильно. А про запад читал Дера Танегути «Прогулки». Ну, как читал, смотрел, скорее, да. Большая такая, зелёная. В общем, там про целый ремена обычного, который очень любит гулять. Да, да, да. Да, я считал мангу, да. Мне очень у него понравилось, но он сам о себе говорит, что у него больше такой европейский стиль, чем манго-стиль. Ну, есть такое, да. Мне почему эта манга запомнилась? Потому что, во-первых, она очень созерцательная. Да, это мы любим. Да, а во-вторых, там действительно очень красиво нарисованы пейзажи. Я сама больше, допустим, по персонажам именно, и вот какие-то пейзажи, ну, раз в тысячелетие. А у него там это всё так очень уютно показано, эти улочки, эти улицы. Да, да. Ты прям действительно как будто с ним гуляешь, ходишь и всё это рассматриваешь. Очень хорошо, да, это в манге сработало, на самом деле. Я тоже не фанат пейзажей, то есть как бы я могу, но не то, чтобы я, типа, говорю, желанием рисовать. Я тоже, наверное, больше люблю там людей рисовать, всё такое. Авторы, которые тратят очень много времени на прорисовку пейзажей и, в принципе, много используют каких-то пейзажных фрейм, прям восхищают. И у него это прям здорово тоже выглядит. Ну и оно для сюжета манги хорошо сработало. Да, да, да. Прям такой достаточно необычный опыт, я бы сказала. Мне нравится, что у него очень много фреймов, где там пейзаж и вот этот главный герой маленький просто не болит. Да, да, да. Очень здорово выглядит. Когда читал, тоже у меня что-то я удивился. Она выглядит не как то, что ты видел обычно. Вот я хотел ещё поговорить про Каматани Юки, который, ты меня спрашивала, мой любимый манг. Про её рисовку. Почему она мне вообще нравится? Она очень много использует метафор, каких-то визуальных образов в своих работах. Она показывает чувство персонажей, например, через какие-то визуальные приёмы. Очень у неё такое... Ой, да, 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 поняла о чём ты. На самом деле сложно перечислить всё. Главному герою он чувствует себя плохо, ему неприятно, он чувствует себя подавлено, в общем, и он там уснул, типа, свернувшись калачиком на диване, его там снегом засыпает, короче, хотя там типа на дворе лето. Вот. В общем, это очень здорово. Нравится мне. Ещё нравится, что у неё как будто бы у неё сюжеты про реальную жизнь, то есть с реальными людьми там обычные какие-то ситуации, как бы то, что может случиться. Но при этом всегда у неё есть какая-то фантастичность в работах. То есть и вот как раз-таки с помощью вот таких вот образных вставок, может быть, какая-то просто обычная ситуация, и просто человек там, не знаю, взлетает. То есть такими приёмами она больше передаёт вот именно эмоции, состояние, да? И у неё, в принципе, она очень любит рисовать эмоции, у неё очень эмоциональные персонажи, ситуации, в которые они попадают, тоже полагают к этому всему. И вот с помощью всяких таких визуальных приёмов она очень здорово показывает. Например, вот персонаж в стакане, вокруг рыбы плавают. Вот. О, это очень круто. Оно и красиво выглядит, но при этом, когда ты читаешь, ты понимаешь, почему она так сделала. Много у неё такого. Или то, что там, например, персонаж всю главу боролся с каким-то сложным выбором, и в конце он там молотком стену пробивает. Он и по сюжету это делает, как бы, но при этом оно и работает и на его состояние. Метафорично. Да. Я поняла про какую-то сцену. Ты читала? Да, читала. Это очень здорово. Тоже одна из моих любимых сцен. Когда они там поссорились, в летающей тарелке они. То, что один из персонажей очень любит Эн Ло и изучает эту тему, фанат всего такого. И вот, когда они там с другом ссорятся, как они оказываются в этой летающей тарелке. Прям здорово. Ну, я не могу не сказать о своей любимой манге Евангелионе. Мне очень нравится, как рисует Садомото. Причем, если посмотреть... Манга же появилась после. О, сейчас я вам раскрою великий секрет. Там сложная, да, какая-то... Там, да, там немножко сложная в том плане, что за сериал оригинальный отвечал Анна, чисто. Садомото начал рисовать мангу в поддержку сериала. Если вы смотрите, допустим, сериал, то там одни персонажи. Если читаете мангу, то там другие персонажи. как бы эта разница, она потому, что в сериале всех персонажей прописывал Анна, а в манге все контролировался до мод. Там сюжет отличается? Ну, отчасти. Там разные концы. Да, по-моему, это я слышал, да. Да, допустим, в манге Синдзи более такой бойкий парень, за словом в карман не полезет и все такое, в отличие, допустим, от сериала, где он такой эх, эх, не хочу пилотерить, и мне очень нравится, как он рисует и как он работает с цветом. Это просто потрясающе. Есть куча его иллюстраций, которые он дополнительно делал. Последний том, когда манге выходил, было специальное издание, которое я купила, и там был мини-арт-бук с его иллюстрациями, диск там был с композициями, которыми он как бы слушал, пока рисовал, и иллюстрации просто шикарны. Ну, Ява характерна тем, что персонажи довольно длинные в талии, он это делает не... То есть, ты смотришь на них и не видишь, что это как бы анатомически не совсем неправильно, то есть, у тебя нет такого, что вот оно цепляется за это, оно вот как-то очень хорошо встроено в образ персонажа. Мне понравился визуальный стиль в аниме, он прям... Он как будто бы в духе того времени, но всё равно чем-то отличается. Ну, короче, для меня просто это выглядит как хороший пример аниме того времени в плане рисовки, то есть, мне может там не всё нравится, но вот это как прям... Мне приятно было смотреть, то есть, у меня не возникало каких-то вопросов, оно здорово сделано. Да, интересно ещё то, что в принципе в аниме вас сейчас сделали в HD, ремастер сделали, когда на Netflix выпускали, но всё равно там рисовка хорошего такого уровня, который можно и сейчас посмотреть. Иногда мне бывает тяжело смотреть старые аниме, да-да. Ну, тоже от стиля зависит на самом деле, но вот то, что Евангелион, мне прям было нормально вообще. Ну, так как нас слушают люди, которые рисуют, которые увлекаются рисованием, что бы ты посоветовал прочитать? Ну, помимо того, что всего мы наговорили. Помимо того, что мы наговорили, да? Да-да-да. Понятно. Голубой период прочитайте. Да, согласна. Он красивый, если мы говорим про рисовку. Кстати, конец путешествия, Каматани Юки. Ну, в принципе, мы, я думаю, совместно советуем Фудимота, не только Бензопилу, да. Всё у него хорошее. Вообще всё у него, да, он прям просто замечательный. Он молодец в том плане. Ну, если не читали Акиру, почитайте Акиру. У Сатосикона, кстати, хорошая манга. Сатосикон, да, это вообще... Ну, просто как будто бы все знают про аниме, но манга-то у него тоже интересная и красивая. Они ещё схожи в стилистике с Хироатома. Ну, мне кажется, что они много вместе работали. Да. Если что, у нас в центре есть Грёзы, Опус и что-то ещё я забыла. Она была сотрудником. Да. Короче, да, почитайте Сатосикона, он тоже молодец. А ты что посоветуешь? Я бы посоветовала почитать Содомота. Есть не только Евангелион. Как бы мы тут затронули, но я настоятельно рекомендую посмотреть на Миво Широ, потому что удивительная рисунок, удивительная работа с чёрным и белым. Просто я такое нигде ещё не встречала. Но, опять же, я могла мало читать. Почитайте Цуроту Кенжи, который Эманон делал. А, вот, да, у него тоже вообще, у него все работы замечательные. И ты читал, в Эманон, по-моему, он писал, что он настолько влюбился в персонажа, что он рисует её просто везде. Ну, это видно, я бы так сказал. Почитайте Цуроту Кенжи, он классный, и у него хорошая работа. И красивая, на самом деле. Да, да. Мне последнее, что по рисовке понравилось, называется «Первородный грех Топико», кажется. Про неё говорили на лекции по джампу. Она очень нетипичная для джампа, и у неё довольно интересная рисовка. Перелесок, почитайте. Перелесок, да, он очень милый, очень классный. Там даже есть вставки того, вставки фотографий, где она была, и что она делала. Это прям суперклассно. Тоже к авторам, которые супердетализированно рисуют, прям отдаются этому. Перелесок, мне кажется, вот одна из таких работ. А, знаешь, я бы ещё посоветовала почитать Ютубу и Гостю М, потому что у них довольно такая комическая, простая рисовка, но она очень приятная глазу, и... Я согласен. Ютуба в этом плане мой вообще фаворит. Рисовка очень хорошо с комедийной составляющей работает. Это очень уморительный. Да. Так что, да, Ютуба это прям... Мастхэф, мастхэф. Ну что, спасибо, что были с нами сегодня. Расскажите, какая манга нравится вам по визуальному стилю, да? Может быть, есть какая-то манга, которая по визуальному стилю не зашла, но зашло аниме, либо наоборот, где манга зашла, а вот аниме, к сожалению, не удалось. Мне, кстати, есть такое. Маги, лабиринт магии. Нет, я знаю, а что тебе не понравилось? Манга понравилась, а аниме не зашло. Ого. Да, я прям очень сильно бомбила. Ничего себе? Да. А мне просто понравилось аниме и манга, так что я не знаю. Ну, в общем, расскажите о своих. Если будут какие-то художественные вопросы, что-то по рисованию, обязательно задавайте в комментарии, мы ответим. Вот. С вами была Кристина и... Ярослав. Всем пока. Пока-пока.